Здравствуйте! В студии программы «Такие дела» сегодня человек необыкновенный, Михаил Кожухов, журналист, ведущий программ «Сделай шаг в мире людей», в поисках приключений, вокруг света, фабрика мысли, русский пантеон XX век, наркотики, хроника необъявленной войны, далеко и еще дальше, президент туроператора клуб путешествий Михаила Кожухова, организатор авторских путешествий по всему миру. И вот, журналист и путешественник в Архангельске, а это значит, будет новый фильм. Здравствуйте, Михаил! Здравствуйте, Тамара! Рады мы вас приветствовать на Архангельской земле, впервые в Архангельске? Я не впервые в Архангельской области, у меня есть любимое место здесь, на границе Архангельской области, Карелии, есть Кожозеро, из которого вытекает потрясающая речка Кожа. Она прорезает несколько раз ветреный кряж, такое место в болотах. Это единственная речка, на которой я был четыре раза. Я вообще сплавляюсь всю жизнь и каждый раз меняю. А Кожа, это была моя такая первая спортивная речка, и я туда возвращался и с детьми, и со всякими приключениями. А в Архангельске никогда раньше не был. Так, в Архангельске не были. А, кстати, вот речка, вам что она так полюбилась? Потому что созвучно с вашей фамилией, вы думаете, что там, может, какие-то ваши дальние ветки живут? Нет, там очень интересная история. Там же на Кожезере стоял когда-то большой монастырь, где Никон, проводивший православную реформу, был игуменом. Но потом то красные пришли, то белые пришли, и от монастыря ничего не осталось. Осталось только, и это поразительно совершенно, осталась дорога, почти 100 километров, насыпанная монахами, и она до сих пор цела. Как ее не пытались уничтожить с советских времен всевозможные люди, которые ездили по ней на вахтовках и прочем. То есть вы опять за историей туда поехали? Нет, я туда... Это просто очень хорошая речка. Она довольно труднодоступна. И вот в том месте, где она прорывает кряж, там несколько очень мощных порогов. Таких порогов нет больше нигде на Европейском Севере. И некоторые из них даже непроходимы. Вот. И я туда ездил сплавляться, там никого нет, рыба, корибы. Отсюда вы, да, с севера начали нашу познавать? Скажу озеро? Ну, собственно, это единственное место, которое я больше нигде не... В Архангельске вы впервые уже как-то произвел какое-то впечатление. Можете составить какое-то мнение о городе? Ну, я вижу витрину. Она симпатичная, отремонтированная, приятная. Люди передвигаются на каких-то удивительных приспособлениях женщины. Я спросил, что это такое. Они сказали, что они борются с целлюлитом. Я такого никогда не видел. Такие штучки надеваются на ботинки, и они, значит, бегают. Катаются на роликах, красивые девушки на велосипедах. Это производит очень приятное впечатление. А, кстати, на что обращаете внимание, когда приезжаете в незнакомое место? Я смотрю на людей, я смотрю на город. Мне не нужна, мне неинтересна статистика, но мне важно понять какое-то, ну, составить такое зрительное впечатление. И когда ты прилетаешь в аэропорт Архангельска, ты едешь по дороге, которую ведет ваш чудесный город. Это по этой дороге стыдно ехать. Она плохая очень. Да, с дорогами проблема. Плохая дорога. Не можем справиться давно уже. Ну, потому что я знаю, это одна главная. Вот раньше была у нас такая, на Руси был такой промысел народный, финифть. Такие красивые вещи делали, а рецепт потом потеряли. Так вот у меня гипотеза, что мы потеряли рецепт асфальта. И не можем никак восстановить. Поэтому дороги плохие у нас. Ну, вот еще одна из ваших задач, да? Найти рецепт асфальта. Интересно. Не, ну, это пусть все-таки ищут. Вас пригласил Северно-Арктический университет? Даже точнее сказать, я напросился. Я напросился к ним, потому что я, вот, предыдущие два года я, у меня был такой очень большой проект, я снял четырехсерийный фильм о первом русском кругосветном плавании Грузенштерна и Лисянского. Называется «Невая надежда». И мне эта тема стала интересна. Она меня как-то сейчас греет гораздо больше, чем поедание тараканов в экзотических азиатских странах. И я подумал, почему бы не сделать примерно то же самое про Северный морской путь. Потому что там тоже крутые очень мужики, правильные люди, которые прожили жизнь, мечтая не о том, на какой машине будут ездить и где-нибудь построят дачу, а о каких-то более важных для человека и, простите за выражение, отечества вещах. Вот. И стал я потихонечку к этому делу подступаться, и выяснил, что дорога-то трудная, туда не доберешься. И рассказали мне вот о том, что есть у вас такой замечательный плавучий университет. Я поклонился в ножки ректору и попросил, чтобы меня и операторы взяли на борт. Они согласились, я им за это очень благодарен. То есть будет, нам нужно ждать интересного будущего фильма, да? Я не могу обещать, что он будет интересным, но я должен его сделать. Я знаю, что вы уже начали снимать, нет? Ну, собственно, мы сегодня начали снимать с Архангельска. То есть идея-то уже вот есть? Ну, есть, конечно, да. Ну, мы будем рассказывать о местах и о людях, которые их открывали. Потому что меня, например, оскорбляет, что вот если мы возьмем, не знаю, как в Архангельске, если в Москве мы остановим 100 человек и спросим у них, кто такой Семен Дежнев, я думаю, что мы не услышим ни одного внятного ответа. Да, пожалуй. Ну, может быть, Дежнев еще где-то там мелькнул, а кто такой Вилькицкий, вообще никто не знает. Ну, никто не знает. А, ну, надо напоминать, а надо напоминать. Никогда прежде Андреевский флаг не развивался на ветру в экваториальных водах. Из всех, кто находился на борту, воображаемую черту, которая опоясывает земной шар, экватор, прежде пересекали только двое. Крузенштерн и Лисянский, когда служили в английском флоте. Остальные только слышали рассказы о том, как надлежит праздновать это событие. Так что сценарий праздника выдумывали на ходу. Вот, знаете, я читаю в вашей биографии, что вы закончили Государственный институт иностранных языков, еще и испанское отделение, так ли? Да, да. А что, как вы вообще пришли в журналистику? А дело в том, что я всегда хотел быть только журналистом, потому что я рос с мамой, которая была журналистом. Она, правда, писала о театре. Я ничего другого, кроме слова «газета» и слова «театр» не знал. Вот. И я просто... Никаких оснований для этого не было. Я просто хотел быть журналистом, как мама. Вот и все. Ну, мне не взяли в журналистике МГИМО, куда я поступал. Я пошел учиться в АНИАС. Ну, я никогда, собственно, не хотел работать переводчиком. Поработал немножко еще студентом. И совершил первый необдуманный поступок в своей жизни. То, что это сейчас же выбрасывать детей. Вручает им диплом. А раньше же было распределение. Правда же? Да. И ты обязан был. Невозможно было представить. Ты до вас... Меня распределили работать за границу. Ух ты. И я отказался. Я отказался. Отказываюсь от государственного распределения. Так. За границу. А куда именно? Ну, правда, это была Куба моя родная. Я учился перед этим. Ну, неважно. Зарплата-то была все равно там большая очень. И пошел работать. В газету? Ну, сначала в агентстве в чате новости. То, что сейчас называется РИА новости. А потом в газету в Комсомолку. Угу. Да. Вот у вас началась ваша журналистская вообще деятельность. Это с газеты. Да. Затем пришло телевидение. Да. А почему вы так перешагнули? Вдруг начали мыслить картинкой. Так на телевидении легче работать, чем... А. В чем в газете? Говорят, газетчики – это настоящие журналисты. Ну, конечно. Телевиденщики. Ну, конечно. Конечно. Самое сложное – это газета. Потом радио. Потому что если ты дурак, то это слышно через 5 секунд. Всем. Но все равно у них есть возможность голосом поиграть. Так. А то, чем мы с вами занимаемся, да господи. Любой может. Ну, во всяком случае, вести программу какую-нибудь, кто хочет стать миллионером, я думаю, что я медведя научу. А может, не любой, конечно. Но нам помогает очень много. Мы и голосом поиграем, и брови поведем. И вокруг нас какие-нибудь там пальмы, обезьяны или людоеды. А еще у вас был факт вашей биографии. Это пресс-секретарь Владимира Путина, нынешнего президента. Да. Это что такое за поворот? И почему вы не остались в политике? Ну, собственно, меня там не оставили. Меня там не оставили. Ну, потому что я же не мечтал никогда об этом. Так оно как-то само случилось. Я-то думал, что... А сколько, кстати, извините, вот по времени? Полгода. Это полгода продолжалось. То есть я когда соглашался, мне было, конечно, с одной стороны интересно, а с другой стороны я наивно подумал, что ну раз предлагают, ну пойду. Потому что если я не пойду, придет какой-нибудь дурак. А я лучше там что-то сделаю полезное. И я из этого исходил. Это была неправильная установка. Почему неправильная? Ну, потому что нахождение вот, знаете, это же вот если представить власть в виде пирамиды, это самый-самый ее кончик. Там нужно уметь устоять. Там нужно балансировать. Там нужно думать сначала о том, как там устоять. А потом уже обо всем остальном. А это вот меня вообще не интересовало. Я это не принимал в расчет. И я делал то, что считал нужным. И это там кому-то могло не понравиться, например. Но вы не жалеете об этом, об этих шести месяцах, вообще об этом времени? Нет, я не жалею об этом. Хотя было это очень резко. Я думаю, что я, может быть, единственный пресс-секретарь первого лица в государстве, который через год после этого чистил ботинки в Каире. Ну, правда, на телевизионную камеру, а не для того, чтобы выжить. Но, тем не менее, чистил ботинки. Это резкий переход. Я думаю, что на моем месте, ну, нашлись бы какие-то люди, которые эту перегрузку не выдержали бы. Потому что, конечно, ну, это болезненно. Да? Но сейчас, спустя годы, я благодарен судьбе, что она вот распорядилась так, а не иначе. Куба. Фруктовый рай. Здесь даже палка, воткнутая в землю, превращается в дерево. Ну, конечно, если воткнуть ее с умом. Хотя остров находится в северном полушарии. Время сбора некоторых фруктов. Здесь не осенью, а весной. Пойдем посмотрим, как они это делают. Чего это вы меня рассматриваете? Давайте работать все вместе. Даже азартно. Работают кубинцы, главным образом, с утра и вечера. Потому что днем солнце настолько жесткое, что работать объективно трудно. Ну, а собирать эту папайю, фруктбомбу, помогает им старой доброй Беларуси. Вернемся к вашей все-таки журналистской основной деятельности. Вы себя, кстати, называете журналистом. Ну, конечно, кем же мне себя еще называть? Но ведущий... Ну, ведущий – это просто один из способов... Режиссер, наконец. Нет, я вообще не режиссер, я ничего не понимаю. И, да, вот вернемся к журналистской вашей деятельности. Самый любимый ваш проект на канале «Россия» у вас, вы же начинали уже... Вы знаете, самый любимый мой проект назывался «Верные друзья». Он вышел в 2001 году. Вышло всего четыре программы. Украина, Белоруссия, Казахстан и Армения. Они были полуторачасовыми. И это была попытка рассказать о людях, которые подружились или, в общем, как-то связала их жизнь. Вот там в Армении, в Белоруссии, в Украине или в Казахстане. Ну, планировалось это и дальше. Потому что там было невероятное переплетение судеб. И, ну, программа эта закрылась там по всяким вокруг телевизионным делам. Но это было самое трогательное и самое полезное, что я на телевидении делал. Хотя, конечно, сейчас поставить это про вот нашу программу про Украину. И там, я думаю, что, ну, кто-то прослезится, кто-то посмеется, а кто-то, может быть, и выключит три раза плюнув. Вы вот столько ездили, стран, наверное, уже не хватит? Ну, хватит, нет, стран больше, чем я видел. Как-то было желание где-то остаться на самом деле? Вы знаете, возможно, было желание уехать. Не остаться, а уехать, да. Но я, к сожалению, все-таки, или к счастью, не знаю, я могу реализоваться только в, во-первых, с русским языком вместе, несмотря на то, что я там говорю на каких-то еще других. И вот в этой странной культурной среде. А что я вот буду делать там в любимой мной Испании или Латинской Америке? Я придумал только, может быть, купить лодку и возить туристов на рыбалку. Но на лодку пока не накопил. Поэтому пока задержался. Но там бы тоже снимали фильмы. Кому они там нужны? Почему нет? Если бы мне в Москве не удается, находясь, снимать фильмы, которые у меня покупали, каналы, то уж из Валенсии я бы это точно не смогли. Вы сейчас свободный журналист. Ну что значит свободный? Я целый, там, дважды генеральный директор. Чего? Ну, во-первых, телекомпания «Контраст», которая много чего произвела, и за это не стыдно. И еще одного замечательного проекта, который скромно называется «Клуб путешествий Михаила Кожухова». Вы, то есть вы возите туристов? Да, это туроператор. Это туроператор, да. Но мы это делаем немножко не так, как все остальные. Но я предполагаю, что такой руководитель. Ну да, мы это делаем примерно так, как я снимал программы. Но все-таки съемки были тяжким трудом, а это вариант такой праздника. То есть вы берете небольшую группу людей, да? Да, небольшую группу. И вы идете по какому-то своему маршруту. В общем, да. Потому что важно, чтобы человеку нравилось путешествовать. Вот важно, чтобы он приезжал домой, и у него в блокноте и в памяти остался какой-то человек. Он его никогда больше не увидит, скорее всего. Но ему приятно будет знать, что есть какой-то в Новой Зеландии Джейсон, шаман, который излучает доброту, с которым он ходил в лес новозеландский. И это Джейсон играл на своих музыкальных инструментах, которые он сам сделал. И они вместе слушали эти звуки, имитирующие звуки ветра. Важно, чтобы он приехал к себе в Архангельск и сказал, а я, представляешь, я вот сел за гончарный круг. То есть вот, да, того, тех наших поездок, да, отпуск, как провести, там, съездить в Турцию, Египет или еще, что вы вот это не признаете? Нет, нет. Это не путешествие? Это не путешествие. Это вообще неправильно. Я понимаю, что мы очень устаем от этой зимы проклятой, от этой ночи холода. И многие мечтают вот лечь, танцать, упасть на пляж и потягивая пиво, толстеть. Потом, как отдохнуть, отлично. Пять килограмм. Пять килограмм. Надо привозить другое что-то, надо привозить впечатление. Вот это мы пытаемся сделать. Причем иногда я езжу сам с людьми. Вот приглашаю всех, поехали со мной в Грузию. Я еду в сентябре на праздник вина. И там тоже будет очень интересная программа, необычная, со всякими людьми. Но вы снимаете еще и... Нет, мы не снимаем. Это просто... То есть фильмы сейчас снимаете уже реже? Ну вот была большая работа над Крузенштерном почти два года. А после этого вот я уже... Я сегодня в Архангельске говорил на камеру впервые за год. Я год ничего не... А нет такой ностальгии вот постоянной? Что меня не показывают по телевизору, да горе, но в нем мне вообще все равно. Это было изначально или вот это сейчас? Абсолютно. Это всегда было изначально. Мне было интересно пойти на телевидение, потому что это требовало от меня каких-то качеств, которыми я не обладал. Я хороший журналист. То есть я рукой пишу очень хорошо. Я это знаю. Я знаю всех, кто пишет лучше меня. Телевидение потребовало какого-то лицедейства. А там студия, как, что... Ну, оно потребовало... Надо приподнимать планку своей компетентности время от времени и тянуться. Тогда, если что-то может раздать и получиться, если ты будешь делать только то, что ты привык делать хорошо, и не ставишь всяких новых задач, то будет плохо. Ну вот любопытно. Что же в действительности удерживало европейцев на острове? Неужели так понравилось меню? Между тем, в первый же день на корабль пожаловал король в сопровождении свиты. Из вояний, которым поклонялись местные жители, называются тики. Это им приносили в жертву пленных врагов. Капитан Джеймс Кук обычно не церемонился с каннибалами. Штурмовал остров, брал в плен вождя, а уже потом садился за стол переговоров. Крузенштерн предпочел решить дело миром. Спокойно запастись водой и провиантом и по возможности увезти своих людей несъеденными с острова людоедов. Почему вы не стали делать карьеру в журналистике, в телевизионной журналистике? Как это? Ну, я не знаю, там, это же редактор, там, да... Не знаю, я сам удивляюсь, сам удивляюсь. Я одно время очень хотел поруководить каким-то каналом. Вот. И как-то переживал, что меня никто не зовет в начальники-то. А сейчас как-то думаю, ну, ладно, потому что... Вот я, к сожалению, не смотрю ваш канал. Надеюсь, что он показывает какие-то осмысленные вещи, правильные. Но они могут быть легкими, там, красивыми, смешными, но осмысленными. А руководить какой-нибудь... Тут громко раздается пейк, чтобы я... Чтобы название канала не прозвучало. Я бы... Мне это было бы неинтересно, наверное. Ну, вот так тупо, чтобы, как в народе говорят, я не знаю, поздно ли с экрана такой, чтобы тупо там бабло намывать. Вот это не про меня. Мне все-таки кажется, что мы занимаемся какой-то странным таким делом. Конечно, это бизнес, конечно, тут работают люди, у которых семьи, они должны приносить зарплату. Все это понятно. Это все очень дорогая игрушка. Очень дорогая. Ну, все-таки, вот, если это только ради того, чтобы получать зарплату два раза в месяц, то лучше чем-то другим позаниматься. Там и зарплата может больше. Ну, то есть, по сути своей, вот вы кто? Я журналист. Путешественник? Нет, я журналист. Какой я путешественник? А что вы вкладываете в течение журналистов? А журналист — это человек, способный рассказывать другим людям о чем-то, о чем они не знают. Хорошо. О том, что произошло. Вот этим вы и занимаетесь. Да. У меня была подружка, которая побывала на каком-то бесконечном числе воин, американка. Я ей спросил, зачем нужна журналистика. Она ответила мне, я уж не знаю, может, этому их учат, или она сама придумала. Она сказала, это очень просто. Для того, чтобы напоминать власти о долге, о обществе, об идеалах. Вы согласны? Ну, конечно. Ну, конечно. Ну, о долге и об идеалах. Не только власти. И власти тоже надо напоминать об идеалах. И людям тоже надо напоминать о долге. В Африке очень много загадочного, таинственного. Я думаю, что как бы ты ни старался, ты, приехавший из России или вообще с Запада, как бы ты ни старался постичь ее, до конца это тебе не удастся. Какие-то достижения цивилизации белых эти люди берут, воспринимают и наслаждаются ими. Им нравится ездить, например, на мотоциклах даже в этой деревне. Или на хороших машинах и смотреть телевизор. А какие-то они отрицают начисто. Ну, почему не сделать человеческую дверь вот здесь? Говорят, что традиция делать вот такие замки появилась еще в 19 веке, когда местные племена воевали друг с другом. Но сейчас, когда у них, по сути дела, нет врагов, и все знают друг друга в деревне, что заставляет этих людей вот так следовать традициям. Для меня это, честно говоря, загадка. Вас интересуют люди. Вы ко всем людям относитесь хорошо изначально? Изначально, конечно. То есть человек вообще, он, по сути своей, он добрый, он хороший человек? Он разный. Он разный. В нем очень много, в одном и том же человеке, и бог, и черт. Некоторые обстоятельства это проявляют очень ярко. И это самое интересное для меня. И соседство двух этих персонажей в одной человеческой единице. И в ваших работах, и в фильмах вы тоже, прежде всего, делаете ведь о человеке? Чтобы у вас был человек обязательно? Ну, да, я стараюсь это делать. Но это потому, что правильно. Это правильно, мне кажется. Можно некие факты проверить из нашей интернет-энциклопедии Википедии? Давайте. Тут даже написано интересные факты. Править, может быть, он что-то исправит. В 1993 году первым из советских и постсоветских тележурналистов взял интервью Пиночета. Результат международный скандал. Это что за история? Вы знаете, это на самом деле смешная история, но она длинная. Но результат это действительно правда, да? Да, это правда. Был страшный совершенно скандал, страшный. А для чего вы брали интервью? Я брал интервью для фильма, который я снимал в Чили. И так получалось, что он состоял из монологов разных людей, которые разные совершенно говорили. Но все они так или иначе говорили о Пиночете. И мне он нужен был просто очень. Потому что без него это как-то было глупо. Потому что Пиночет еще был жив, присутствовал. И нужно было до него добраться. Это было почти невозможно сделать. Результат скандала. А все-таки чем закончилось? Закончилось, скандал забылся. Меня спасло то, что фильм вышел в 94-м году, когда уже все разваливалось. Потому что если бы на несколько лет раньше, я не знаю, чем бы это закончилось. Потому что там были телеграммы верхом. Телеграммы верхом, это на дипломатическом языке означает там, я уж не помню, как у нас тогда назывались наши начальники, ну там президенту, министру иностранных дел, главе внешней разведки. И вот это все, какая Кожухов, сволочка. Как он плохо обошелся с Пиночетом. Так, еще один факт. Михаил Кожухов посетил и посещает великое множество стран. Но первым путешествием за границу, тогда еще за границу СССР, стало путешествие на Кубу, где Михаил Юрьевич учился по студенческому обмену. По словам самого Кожухова, первое путешествие, как первая любовь. Да, Куба, ваша первая любовь? Ну, в каком смысле, да. И до сих пор осталась? Ну, конечно. Ну, все, что связано с нашей юностью, оно нам как-то, как-то нас греет, особенно. А еще какая страна, которая на вас произвела самое такое неизгладимое впечатление? Да, Тамара, мне сложно сказать. Самое неизгладимое произвела Россия. Живя в России, нужны какие качества, как вы считаете? Я знаю, какие качества нужно вырабатывать в себе. Доброжелательность. Мы невероятно недоброжелательны друг к другу. Мы смотрим друг к другу так вот на улице волком. И мне говорят, вот эти американцы здороваются неестественно. Да пусть они со мной неестественно мне улыбаются, чем на меня естественно смотрят волком. Вот это какой-то ужас, как мы относимся друг к другу. Как начальники относятся к нам, это тоже неправильно. Как мы относимся к начальникам, это тоже неправильно. Но самое плохое, что мы не любим друг друга. Надо вот как-то воспитывать себя и заставлять себя... Это только можно воспитать. Ну, это нужно объяснять взрослым, только воспитывать себя, заставлять себя здороваться в человеке, с человеком незнакомым в лифте. Вырабатывать привычку. Вырабатывать привычку. А детям надо это объяснять. Как вот мне мама объяснила, входишь в помещение, сними шапку. Я не могу... Я не могу находиться под крышей в шапке. Не могу. А когда вижу человека в бейсболке, мне хочется подойти к нему, так и снять. Пошли с мяча. Сними шапку. Не горел. Каждое лето Михаил Кожухов сплавляется по реке. Сплав по воде, рафтинг – любимый вид спорта, в котором Михаил Кожухов имеет высокий разряд. Какой разряд? Ну, у меня выполнен норматив мастера спорта. Причем я это сделал год три назад. Я не знаю, как сейчас с этим делом. Раньше, в советские времена, там была такая история. Участие в походе шестой категории сложности – это очень плохо. Это опасно для жизни очень сильно. Руководство походом пятой категории. И нужно было еще пройти курсы подготовки руководителей водных походов. Вот курсов я не проходил. Но у меня две шестерки и, наверное, походы в пятой категории. Вы командой ходите? Ну, небольшой командой, да. Родственники, дети ходят? Сын, да, и друзья в основном уже больше, чем мои, потому что в таком возрасте, как и я, уже мало кто ходит. Вот такой факт удивительный. С 12 лет коллекционируют холодное оружие. С 12 лет? Ну, папа подарил нож первый, потому что он сам тоже. И как-то это пошло, потом было второй третий. Сейчас много? Ну, больше сотни, наверное. Привозите? Да. Я собираю этническое оружие. Этническое. То есть мне нужно, чтобы... Мне не важно, сколько там его стоимость, или там, чтобы он был исключительно 17 века, нет. Мне важно, чтобы он нес в себе признак национальности. В передачу «В поисках приключений» были сделаны пародии в юмористических программах ОСП-студии «Большая разница». Да? Ну, «Большая разница» — это не смешная пародия. Почему-то я в Воронеже в виде гопника. Мне было не смешно. Мне было не смешно. А у ОСП-шников, ну, это вообще было 100 лет назад. Никто, кроме Википедии, уже не помнит. А «Большую разницу» мы еще помним, да. И фирменное блюдо Михаила Кожухова — тушеное свекла по бабушкиному рецепту. Ну, это, знаете, это надо... Это вы где-то сказали, вероятно, да? Я это сказал, потому что... Чтобы отбрехаться. Так. Но я действительно... Это одно из блюд, которые я готовлю, но там не рецепт ваш, там важна технология. Технология. Трете на терку свеклу. Кладете в кастрюльку. Немножко воды надо налить, для того, чтобы она не пригорела. В это время режете мелко лук. Ну, примерно должна быть четвертая. Репчатая. Да, четвертая часть по объему. Ну, пятая часть от объема свеклы. А мелко его шинкуете. Жарите на маслице. Ну, не до хрустящего состояния, а вот чтобы он был, так говорят, припущенный, да? Да. Пржелтел. Лук в свеклу. Берете два вида кетчупа. Я беру два вида кетчупа. Один острый, а второй просто томатный. И туда выливаю. Но это должно быть не суп. Это нужно вот только, чтобы она, ну, тушилась в такой вот массе. Обязательно аджика. Лавровый перец. Лавровый лист. Душистый перец. Всегда надо класть в любое блюдо. В любое, кроме мороженого. И потом вы достаете все ваши специи и начинаете нюхать. И вот. А я обязательно кладу хмели с аннелли. И все, что там у меня оказалось в доме, что мне кажется уместным для этой истории. Там очень важно, чтобы она была не сырая, но и не разваливающаяся. Потому что все, кроме меня, неправильно готовят свеклу. Они превращаются в такое. В кашу. В кашу такую. И она невкусная. А она, знаете, вот как бы чуть-чуть такой еще сохранять хруст. Это острая закуска. Потом, когда это, вот вы понимаете, все хорошо, она еще дойдет немножечко. Лучше ее вынести куда-то в холодное место. Пусть она там стоит. Перед этим, ну, я выжимаю половинку лимона. Соль, конечно, да. Можно добавить ложку уксуса. Ну, и вот. И пробуйте. Это должно быть остренько, кисленько, хрустящая такая штучка. Да, надо кулинарную вам еще такую вот серию есть по разным странам. Я хочу, я хочу сейчас. Я охмуряю один канал. Как раз хочу им предложить такой формат кулинарный. Это уже будет еще у вас новый проект. Говорите, не загадывайте, планы не строите. Если будет, если будет. Кстати, дети пошли как-то связаны с вашей профессией? Нет, совершенно в другую сторону. Никак, никто из них не захотел. Не заманивали вы их в журналистику, в телевидении? Нет, я не заманивал и более того вообще не вмешивался в процесс выбора судьбы. Потому что это самый сложный выбор, который человеку надо сделать в жизни. Даже выбор спутника жизни и то легче поддается корректировке. Ну, не получилось, но, к сожалению, другого поискал. А вот выбор профессии – это чрезвычайно ответственное дело. Если человек ошибается, пусть это будет его ошибка, а не… И он тебе не придет и скажет, папа или мама, ну что такое? Ты туда мне сказал, а мне это не нравится. И он останется несчастным на всю жизнь. И последний вопрос. Вы счастливый человек? Я не знаю, что это такое. Я для себя не могу пока определить, что это такое, и ответить на этот вопрос не могу. Не знаю ответа. Может, в Арктику? Может быть. Потому что что-то ведь влекло туда людей. Хотя это противоречит здравому смыслу. Их должно было куда-то звать в теплые края, а они ломились в эти льды. Зачем-то. Вот, в частности, мне интересно тоже в этом разобраться. Спасибо вам большое. И удачи. Да, вам тоже. В гостях у программы «Такие дела» был известный журналист и путешественник Михаил Кожухов. Он из рода тех, кого гонит ветер. Пообщавшись с ним, понимаешь, смысл не в обретении, а в поиске. Такие дела. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон»! Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...